blackbook что-то обновляется кстати самое интересное а выйдет она завтра приблизительно день сколько стоит будет я думаю 400 рублей как и вся индюшатина думаю что дороже как возвышение жива называются в славянском рогалики возможно их нет потому что игра рпгш на там единственная я так понимаю есть смысл открывать другие концовки вот так все скачалось поехали шеф последний не болит людей даже ездил куда-то отдыхать будешь пробовать выбор не сигнатур киеве выбирать донат нет это все шаманизм никто так не делает пробовать конечно же не буду я вообще больше не буду оружейку крутить потому что крутить больше нечего крутить лук это кек ну что я видел я в деснице у сидящего на престоле книгу написанную внутри и от вне запечатанную семью печатями и видел я ангела сильного провозглашенного громким голосом кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать и и никто не мог ни на небе ни на земле ни под землею раскрыть сию книгу и посмотреть в нее продолжаем наш забег акт 1 соответственно 1 1 печать снимаю вторую они вроде первый в прологе чем как в бане подменяют думаю не будет больше мельницу портить молодец вася не сомневался я что этот без тебе по силу не сомневался ну а пока ты с чертом разбиралась я покумекал что с печатьми то делать думаю каждую свой без открывает надо только найти подходящих при девятом царстве надо рая печать а сильного я надо поразмыслить как йод открыли до лаки так осиновая печать первую печать я открыла когда до книги дотронулась а со 2 как быть не осин уже трогать думаю нам нечисть нужна вот осиновую нечисть и найдем осиновый лешего что пока не знаю надо мне внедриться внедриться подумать вспомога обычной нечистью займись а я может что и придумаю или сама разгадку найдешь ноги остальные печать остальные печати сразу то не можем открыть вряд ли но в дороге смекай нечисть сможет случай подвернется ясно ну тогда за работу бесики бесики вернулись долгую я им работу поручил потому их и не было теперь мне задание давать ну а чё ты хотела знала на что идешь у всего есть цена особенно у заветных желаний не хочешь чтобы мучили отправляй людей портить такая наша доля колдовская а если не хочу людей портить тогда терпи ящики бежать я давать не будут я их и до того видела в пистере в корзину не так уж и часто теперь как она в целом все хорошо в пистере вся почти губерния видна вот и решай что с чертями делать ну вот мы уже в прошлый раз увидели да черти за местные экспедиции так вопрос что там в на свой бесы на мельнице не очень давно жил в одной деревне этого читали помощники колдуна вот это надо прочитать 61 месяц уже капец я старый тиан в тиан чат да олд чисто олд спасибо спасибо большое за ресурс помощники колдуна после посвящения колдун получает не только знание колдовскую силу но и помощников это биси они же черти именно поэтому в черные в чердане колдунов называют бисистый или чертистый непосвященному человеку биси являются в разных обликах цветастыми стеклышками жуками или другими насекомыми маленькими человечками последних народе описывали так тулово-человечие башка мышиная лапы лягушачьи помощниках могут быть оборотни проклятые люди еретики нечистые покойники кикиморы лесу колдуну могут помогать волки-оборотни обращенные в медведей гости свадьбы волки-оборотни отличаются от обычных красными глазами чертям помощникам колдуна постоянно нужна работа они должны портить людей или скотину какая работы нет колдун отправлять своих подручных чтобы не мучили вить веревки из песка считать листья на деревьях вычерпывать ложкой море и и совершать прочие бессмысленные время затратные действия так мы все еще не вкачали умения нашим есть одна белка я думаю деда егор вам достался есть теперь полный черте у вас есть несколько бесов которые всегда просят работу быть осторожными чате без задания мучают своих колдунов без выполнять работ некоторое время один день или дольше в каждом месте есть работа для без определенного типа голод раздор перча попорчи и так далее каждого черта свои предпочтения в работе а узнать их вы можете от специального умения имеет больше шанс выполнить его превосходно не забывайте отправлять на работу каждое утро минус 4 хп плюс 1 грех плюс 1 монетка минус 1 к словам защиты а это минус 4 хп если я не отправлю его на работу до минус 1 к словам защиты конечно жестко минус 1 1 время чтобы это не значило и федор кривой и вашка толстый вашка любит как голодают дети матвей был опричником при иване грозным теперь досужился до бес и федор кривой проспорил правый глаз грешником мздоимцам теперь ненавидит людей пусть прежде давай пройдут удачи спасибо что заглянула зарядетский выбивать артефакты тоже наказание бесов блин давайте попробуем в видны специальности чертей у нас их три шанс эффективного завершения задания снижены 50 шанс эффективного завершения повышен на 50 и здесь разные билды есть словно говоря раздор животные голод ну давайте смотреть покча голод испортить запасы зерна три дня он будет это делать заработает нам два рублика и один грех здесь животные 8 золота один грех за один день вызвать болезнь у птиц рассорить мужа с женой сделать лошадь упрямой извести пожар сусе суседок извести нагнать клопов и тараканов ну хорошо давайте животные нет голод голод а матвей вот матвей голод управляйся сюда здесь животное отправить тебя плюс 4 хп мы получили и на раздор поссорить мужа женой блин 4 греха жесть это в сумме мы сколько получим 5 грехов штука вышла завтра выходит а чем меньше же было а потому что у него пассивка плюс 3 греха за выполнение задания другого грешный билд раз начал с бесами логично логично вполне вот чё делать управляем раз уж начали с бесами ты тут тоже отправляешь персонажа экспедиции да у нас аж 58 монет нам надо разобраться с нашей колодой что-нибудь докупить увеличивает количество ключей на следующий ход блин это крутая штука у нас очень мало на самом деле ключей очень много приказов мало ключей навык крепкое складное короче вот это на во мне не очень понравился руда кила на мне охренеть как нравится порча сколько максимум к одинаковых карт в колоде я бы еще один скорчить купил у раза бы выкинул я ты мба если только нету мобов с резистом к яда билду крепкая оберег во имя отца ну еще одной нами покупать не хочу бабушка цене 2 увеличит урон но вот это вот кстати не очень нужен благословение потому что мы урон то не наносим у нас защитный билд раза три в дела нормально скорее всего не знаю внезапно мы реально вышли в я добьют и он норм к в нем шанс успех травы тоже не очень много и от просители а так я делаю нам стал говорить так совсем по-другому уезд увидел нечесть где только не ютиться тоже мы заметила небось да и свои бесы житья не дают пройдет колдуном стал дедушка но так чё я тебе на медь не сказывал как окаянный тимошку то унес вот потому и решил стать колдуном с кривохвостами бороться слышал я что пастухи то люди знатки вот и стал под паском помогал прокопию юродивому не к ночи помянут будет он и грамоту лесному изладить умел ну и скотину сыскать понятно вот и начал я уму разуму у него учиться история это долгая я после скажу как знаткость получил но не от прокопия самому вертеться пришлось ребят я он как обучил цени цени деда цени прокопий у дедушка а что за мужик был прокопий этот не добрый не добрый и шибко знатки много людей спортив только этим ты жил да и сам я чуть не попался попався стухи а пастухи то чё знатки тоже ну как нет то поди скотину по лесу собери без помощи нечистого грамоту лесному дедушки написать уметь надо чтоб помогал а если черт корову ведет к примеру а тоже на 2 окаянного ее отбирать научишься что крутки убрать разве мешают все в поле лежит до в небо поплёвывай ну я могу я просто с собой хотел бы на самом деле оставить ну вообще да не на геншине нет особого смысла это это про частка а ну ладно нечесть на мельница то черти жернова крутят ну так чё не мельник уже а ветер ты не может везде чертей нужно из опасно да и грех какой сама грешно а чё ты хотела скоро век двадцатый черти может жизнь ты упростят муку молоть начнут жать рожь про пароходы слыхивала думаю там паровой черт сидит на вроде и самоварного свои басы с чертями ты справлялся а как работаю им давай да и делов да только не совсем они справляются баска работа их это порча другую ты не шибко любят спасибо за бы личку деда спасибо маленькие человечки вот как-то упросили колдуна шишков своих показать а тот пьяненький был на масленку рукой как махнул 1 глядите только черни пугаться у всех синие коротень и короткие штанки красные рубашечки стоят шеренгой как маленькие человечки 50-70 сантиметров они будто скачут они ходят как прикажет появится шум да ветер я их в лес пошлю они ходят хвою считают а как надо я их позову и вихрь идет сказал и вздохнул горько все время стервицы работу просит а какая их работа баловство одну взял как-то на покос а утром там где они косили трава опять по пояс работа их это порча и чем больше портишь тем больше их делается вот и мучают я можно интересно отменить нет уже отправлено уже отправлено уже не отменить ну шо поделаешь я просто подумал мне на самом деле вот этот минус один силы от вот этого беса от федора кривого она не так страшно если я буду в едобилд играть ну давайте просителей принимать егор евлампович василиса федоровна так снова я опять менять перестал блазнить место вот и предмет как и обещал к наукас старинная ступка травы лещие заговоры в основе плюс один заговоры то есть иголка больше хилять будет прикольно мельнику это ступка досталась по наследству наверное уж больно она старая чувствую что наговоры на нее были прочитаны да только унес чертищи деньги те копейки те что я внучку своему вел на книги то ладно а те деньги которые мы украли я по чел он черт да не стоил скорбек 20 игры будет делать черта окаянные игры уже не некоторые игры уже черти делают смотри на три пола индустрию колот фейлер ну серьезно васька здорово как ты сказал это узнадка вот тебе от нашего хозяйства наговорил челика ну давай николай такой интерес очка к рынку вам кума передается поклоны чуть в игре очень голям ты что халян здорово дед его вышел из армии и давно в вильгарте вернулся уж с неделю ишь долгопялым каким стал сколько в тебе вершков 12 вершок старая русская мера длины равная 4 и 4 сантиметра выражение человек 12 вершков роста означает что его рост равен двум аршинам 12 вершкам то есть приблизительно 196 сантиметров высоченный слышал я василиса про парня твоего знаю тяжело близких терять но васька ты девах то миловидная нужно нового искать да николай ты чё пришел смотрите позарился нашу василис прекрасно но я по делу пришел помощь нужна ваша вчера отпечаток говорят мне побоишься ночью в баню идти на сходбище вечерние посиделки молодежи как правило в зимний период во время вечеринок совмещается работа например придение и вечеринка с песнями и плясками также сходбище посиделок побоишься в баню не боюсь на войне был чего там только не видал сами понимают так чё он ваську в баньку позвать что ли хочет колдуешь потом родовид как начнет набирать охотников на ведьмы сожжет не пошел в баню ту старую укол вы которая заброшена такой-то ему наверное демон да или за полночь отворяю дверь а там словно синий огонек горит и тишина я оттянусь в каменку ну за камнем с печи докажу что в бане был внезапно меня мохнатые лапы ахаховать за левую руку хоть вот глядите и след остался баньки в бане жил банный староста банник он мог как помочь человеку защитить его так и напугать а то и задрать нужно было правильно напрашиваться к нему в гости не нарушать запреты в разных деревнях уезда нельзя было париться или в первый или в третий жар и пьяным провинившийся мог угореть задохнуться обвариться или упасть на каменку печь сложенную из дикого камня позднее печь стали складывать из кирпича еще бани часто горели поэтому их старались размещать в усадьбе подальше от избы а то и просто выносили на берег реки в банях часто рожали и духи могли испортить мать или подменить младенца на голик веник или осиновое полено так родил такое у тебя полено зачем мучился спрашивается девять месяцев лучше в банке не рожать запомните чат с этим поосторожнее нечистый держит меня не отпускать вдруг говорит бабьим голосом возьми мол сам не отпускать от руки как пламенем пышет тот меня жуть взяла возьми да возьми ну говорю возьму все не отпускать да не отпускать ну говорю возьми отцепилась отпуска я тертый дал люди изнатки помогите что делать так николай отправился в полночь за камнем из каменки за руку его схватил какой-то без кто это может быть но мы уже прочитали про банника ребята подшутили ну банник видимо в бане говоришь ну это точно нечисть думаю банники господи правы как выглядел это чертов лапа у нечистого мохнатая было а еще что разглядел да ничего темень была лапа у нее черная домохнатая сейчас камнем сделал спичи ну что я сделал с собой пройдем спорта надо выигрывать про черт рассказывать не стал в избе потом у себя оставил рассказал бабки то так она к вам погнала мудрая баба кумац твоя поможем не оставлять тебя врагу на съедение и василиса присмотрись к черту может банница то с ассиновой печатью и будет связано ночью идите вместе к старой бани поговорите с чертом да узнайте зачем сосватался ты колян смажь глаз левый вот этой мазью тогда тоже черта увидишь смажь глаз ну хоть закрытый надеюсь и камень тут прихвати как скажете я хоть сейчас готов я хоть сейчас мы не готовы у нас еще один проситель есть бабулька пришла вайска говорят знаткой заделалась заделалась тебе вот интересно будет мы собирали ягоды у каджильского озера то на днях да я вас и тебе принесла немного ох спасибо там от запольских недалеко набрели на поляну с ямами ой страх так думала может тебе пойти вдруг там нечистый ямки копает то вас появилась возможность брать на задание помощников каждый помощник обладает уникальной способностью которую можно использовать во время сражения наличие или отсутствие определенного помощника влияет на исход событий также удар на отмашь и теру дает смотреть старые ямы говорить чертовка из бани ваш посетитель пообещал чертовки из бани жениться на ней отправили старые бани вместе николаем чтобы поговорить с духом так ну это конечно хорошо это грифт ланс но очень можно сравнить немножечко да а может еще одного в дела я добавить а вместо у разов да будем я добил дому пробивать есть у нас еще в дела есть теперь за монетку блин игла теперь хиляет больше классно бабушка серафима тоже хиляет ну это все оставим тогда 4 дела под иглу под все вот это да нам нужны вот эти белые картишки любом случае для того чтобы ключи разыгрывать нормально поехали не думал что у знатки в помощи придется искать всегда только на себя рассчитывал как служил то да долго сказывать потом может не думал что у знатки на помощь придется искать всегда только на себя рассчитывал как служил так черти все дед егор все книга иконы у нас тут красный угол есть вот он как выглядит для пока у них тут еще можно покликать в доме да вроде ничего больше самовар не кликается чайку хотелось ну в путь с помощником роша у нашей избы лес возле избы дед его рочь старый здесь как рядом с избой обычному люду не по себе небольшая претензия к его и было бы удобнее на дороге вы замечаете черный силуэт он подернут дымкой и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении воздух наполняют звуки странной песни которую исполняет демон такую мелодию вы не слышали никогда по вашей спине пробегают мурашки от странных потусторонних переливов этой музыки давай послушать и продолжает свое пение вы слушаете черта задержан плюс тупо то велись вскоре мелодия разбивается о макушке елей и бесследно пропадает в ночной тишине неплохо вы чувствуете что стали понимать демонов чуть лучше чем раньше внезапно ног демона загорается колдовской круг через миг рядом с ним оказывается еще один нечистый ясно его горящий глаз и завязали напалом на один было так и так и так битва сейчас нам дед поможет никола николюшка так чё за чё за бес это дьявольская песня призывает другую него сама нер ясно бесенок на три урона в девай порчу но мы сейчас попробуем быстро так это пробить увеличит количество включей в книге но урона у меня-то и нету в любом случае тебя тебя чтобы не самой нил и складное вот это вот что на следующий ход осталось зато плюс опыт да не зря поэт послушал я считаю да если он имел мелких чертят избивает демон нас конечно так самоварные бака он самовар призвал 83 больно а у меня одни вы от дела и так что не так уж и больно все нормально в девай в девай в девушка я думал ключ останется на следующий ход удар на вот машину 5 а тут сделаю ничего не все кого а сколько ходов до возможности признана будет сразу сделать 10 так они он он бьет на 13 блин я как бы могу во имя отца бахнуть крепко и удобно берег будет каждый ход мне броню давай чуть-чуть урона получим но мы потом иглой и бабулькой выхилим если чё зато оберег классный реально классный один урон десяточкой вот порчи пришли 3 блока есть гряба есть как в качестве ключа надо мне кажется две порчи а потом уже про хилим си спокойно одно и кстати вы вещество один закажет другое слово такого же цвета что там три что тут три а только этот блок это нет 7 яда все умирает на следующий ход это хорошо я сейчас как-нибудь похитить бесполезно во пошли пошли пошла игла а он еще кого-то призывает хорошо что я успел добиться так иглой хилим ся на 4 получается до 4 хп выкинулись когда убила умирает основной сам они рассе не исчезают так три блок то есть окажется нам сбили нож был этот нож был во имя отца стран но и бахнем а это ключ он делся был уже бал берег как я только наоборот то есть он каждый ход уменьшается или что-то нет трех а только есть он видимо только два хода работает а когда мы босса убивали он работал немножко по-другому это че такое снимает а вот все все да демоненок снял а я не посмотрел не уменьшается не заканчивается все у него нормально просто просто он не снял все так насколько я здесь порчи накину 6 до 8 на нем будет давай по нему ударим этот так сам на следующих воздух и правда уменьшился на 1 1 карту он не так понимаю не на есть не какие-то наверно будут но хаза три четыре пять что ну все это конечно бесполезно вот чувство будет и складное значение эффекта слова увеличивается на один за каждую другое лишь это количество ключей на следующий ход так что я не помню что мы тогда увеличу или увеличу на тихо бурю плюс ключ по ходу забор ключа должен мне должен быть вот это я яду а ведь да не увеличил видимо и правда до бородного ключ отчет бабуля не такая хорошая как хотелось бы надо яд телятся нам сегодня карта ключа да 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 и этого я ожидал от нее от этой карты егоре батюшка салманина снимать негативный статус хиляет на 3 может пригодиться крепкой 1 и урон 7 слова остается в заговоре один ход и оказывает ли они другие слова то есть его яши до 2 хода на один урон или егоре батюшка складное благословение 3 или 4 на 3 ну благословение складывается и может пить и где-то бафать чтобы потом какой-нибудь ключом добивать ну чё-то хрена да и только того же цвета кстати они любовь блин ну вот это вот может вообще пригодится и хилка и снятие негативного статуса что же давайте бабушку берем негативный статус звучит хорошо вдруг вдруг на я добил врага наткнемся двигаемся дальше русалья заводь живописная заводь получил свое название того что тут когда-то видели русалки а сколько жил ни разу не встречал впереди вы замечаете странное явление клубок змей перекатывается по лесной дороге поблескивая чешуей в лунном свете николай может помочь прочесть заговор от змеи обойти змеи стороной разогнать змеи хуруст давайте проверим 1 голая только усмехается он играючи подбирает большой камень и швыряет его прямо в змеиный клубок большая часть змеи уползает свои норы но несколько разъяренных гадов направляется в вашу сторону к счастью рядом с выкорчеванным камнем обнаруживается лечебность ясно змеи я добил а я уж как знал каждое прочтение слова кроме жестов наносит вам один кроме жестов что яд кстати яд кстати не равно порча кроме жестов что и жест он пока на нас ничего не накинули мы потом еще снимем этот негативный статус яду так а мне кстати забитого то опыт дает не забили забитую карту дают значит много монет по факту ах 10 урона кроме жестов что жесты и где мой оберег почему не броню видал уже должен за а оба тоже дают запрошу далее 175 давайте деваться просто да не блокируемого урона классно класс ну кто 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 же знал что урон то не блокируемый будет этот я ну логично очень яд да логично стример сморг давай так . и подошьемся чуть-чуть игра в общем раннем в общем достали ранее это ранний стримерский сейчас пока что играющий так ну все у них я закончился они будут повторять скорее всего ага свою эту историю с ядами все здесь ясно это еще не добьет не хочется чтобы нам не двоя до висела поэтому и можно похилить все надо систем выпить что под выплю я могу не блочить и ничего не делать вообще я могу негативный статус снять удар бахнуть потом порчу скорчить и ряда и закрыться из какой последовательность сейчас был хилл и сниму снятия этого снятия с меня яда но ведь как только я закончился но и накладывает мать и порчу скорчу слова крепкая и чё хилл нету нету и нету нету и силы сначала прохнул я ты его снял и по хель смело так и показалось да амини крепко на важность на важность увеличивает получаем броню на 3 остается в заговоре один ход здесь что бабушка мандолина только страшно на эти похоже складную увеличивают количество приказов в книге в следующем ходу но опять же это да это кардровал это кардровал или воил складной блок то есть это просто лучший блок лучше чем есть у нас были на важность звучит на самом деле неплохо это да амино это кстати ключик здесь его нельзя узнать сразу его он им как бы на следующий ход подготавливаемся блин я наверное вот обычный блок улучшенный возьму и сейчас черных него уменьшаем а в деле и оставляем его и вот у нас 13 блоки есть все хорошо sustain build пока более-менее работает михайловская роста не на этой роста не я нами не прошла посвящение сходится тут и дороги и судьбы человеческие рядом со старыми могилами расположился черт его взору стремлен в небо кажется он погружен в свои демонические мысли заметив вас он лишь и черт как дела поприветствовать я помню как ты летела в пекло здорово черт ты болтливый без как а я из пекла вылетел да тут задержался помоги мне найти ответ на вопрос а я тебя награжу увекшиться спрашивай еще ответ я на вопрос что на свете три косы ну это просто у меня вот одна коса действительно у девки коса но что еще две на свете три косы первая коса у девушки а вторая литовка правда язык блин мне кажется помощь николая надо брать помощь зала три косы язык литовка литовка сыр косичка класс когда в первый раз не помог да не нормально было помощь николая знаешь загадкой за подумаем вторая коса то коса литовка логично третья коса то у реки коса верно знатки ты солдат теперь в аду спор выиграть могу монет возьми за знаткой спасибо вот видите мужик-то знатковый демон исчезает во всполохе пламени остается лишь продолжить так но здесь сами не возьмем привет будет продолжение гребет для youtube улеча обязательно будет играем и вот но вначале я решил выбрать блокбуку все-таки она мне понравилась и мне очень тоже понравился играем просто на тот момент когда играем вышел его немножко скипнул то есть уже многие прошли а вот блокбука еще только в раннем доступе ну вот я просто пройдем потом вернемся играем играем все-таки офигенная игра спасибо за песяточку дорогу ты окну смотрите значит деревня из знахарская перехожая нашу округу пришла известная знахар стоит посмотреть какими травами на торгуют и деревне из зова этой маленькой деревушке на речке цыдовки хорошие души живут часто к нам с дедами гором за этом загляд не было такого чтобы кто-то того попортить просили давайте начали к знахарке сюда наказать квест все вернемся литовка традиционно название большой русской косы которые косят и нагибаясь коса литовка ну вот я не знал чего гряньки то распродала уши ты за травами ну давай смотри спасибо волю пить чё почем 3 из типа по 12 и чё за травы калюка трава собирается сбирается в петров пост от курить его и стрелу промаху не дашь волоса и увеличить урон на 3 оберег увеличить на 3 в начале хода жесткая 9 трава кушачьи слезы невест кукушкой стала диана пролетает и слезы роняет трава и растет убрать не это трава может раскладывать и сам 4 здоровья в начале хода сильнее по факту чем адамова глава но 47 ладан и счет получаемую броню снимает статус хворь и подавлен звучит что-то на всякий случай ну как будто с отмот включить да хоть включай да это это нормально сейчас снимает один вредный статус плакон трава снимает сглаз давайте сглаз тоже возьмем архиелин трава умываюсь я медяную росою разрыв трава уничтожить запах лопнули дверь броню противника а сглаз снижает урон не надо включать я не собирался но если включить меньше в чате писать не станут ну а я думаю нам хватит спасибо бабуль где может еще заглянем а ага то есть это сюда на мостик все-таки необходимо завершить все задания на пути к этому ну значит возвращаемся в деревню и зубы думал здесь пройти мой или же вами вырастают останки сгоревшие избы все бревна почернели часть строения обвалилась и уже по росла мхом только беленая печь светится в лунном свете она пережила даже пожар давайте осмотреться находите дом по заросшему высокой травой огороду внутри темно и только обгорелые доски торчат словно гнилые зубы мертвеца среди руины вы замечаете мохнатой силы не чистого надо чистого духа надо его отсюда выгнать внутрь избы внезапно раздается хруст и одна из прогоревших досок падает на а у сложно сказать кто жил в этой избе вы вступаете внутрь кажется в воздухе до сих пор висит запах гарри теперь вместо крыши звезды и еловые ветви даром внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт кликнуть нечисть прочесть молитву давай кликнуть вы делаете движение в сторону таинственной фигуры как он исчезает но и предмет еще черный дух теперь лежит комок печной глины вы забираете его сильно спасибо за глину накладывает пять в первый ход о не зря зашел не зря я зашел сюда это конечно хорошо это игра очень офигенная куски печной глины есть тепло домашнего щега и забота неизвестных духов рода это стоило того меняем свечи которые дают три в первый ход на глину которые дают пять первый ход на из огреб на 5 получил 5 защиты едем дальше троицкая церковь вильгордской церкви всегда можно богу помолиться до сил набраться хорош там священник служит не взяточник ничего да и не пьет особо в отдалении виднеется приветливо горящий огонек вы идете на этот свет и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви внутри тепло и уютно пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами вскоре вы слышите спокойный голос приветствовать же знаю бальчика отпусти грехи себя василиса извилистая у тебя дорога то купить ну-ка ага шмотки трава и подождите к ней вот этой темы а это травки раз это разовое это это ни разу уменьшает мучение чертей на один звучит неплохо отдам серебро и конь это а то глаза все завершил получить плюсы и усилить и берег в начале сражения цель ярость один благословение при каждой потере здоровья увеличивается на один при каждой потере здоровья получите плюс 2 набожность начале сражения получаем на 2 броню два благословения получаем броню набожность усиливает статус надо на важность на 2 про раски вот пятница замок первый заговор содержит слово замок крепко звучит интересно так ну свечи нам уже не нужны у нас уже глина есть хорошая это тоже классно ничего еще менять пока не хочется да давайте пока мы здесь свечки т.м. продадим вот это что мучение это когда вы их нет про я так понимаю мы их не отправили на работу и начинают мучить но это использовать надо это будет прокачаться порча восстановить здоровье а не наносит урон святая вода неплохо ладно запомним вот особенно первый заговор содержит слово замок первый заговор заговор же это у нас приказ крепко и помолился да сейчас помолюсь опять по ночам ходишь василиса осторожный будь на своей дороге может она привести в таки вы шепчете молитву здоровье вы сводите на рах вот оно что спасибо к нему вернуться можно мосток к баням уже близко то до банек так на перед баньками нам сюда надо вроде бы ночные путешествия не всегда удобно во мраке можно на том что нам еще один был так происходит и сейчас вы выходите на уснувшую поляну где из самовара пьет чай зловредный дух он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию а давай так вы видите чай в тишине под неусыпным взглядом демона вам становится не по себе вы пытаетесь допить быстрее но внезапно чувствуете на зубах металлический привкус взглянув в кружку вы обнаруживаете что пьете кровь ну и пошел ты демон а это я сюда уже пробежал ясно вы подходите к зияющему чернотой обрыву сухие кусты торчат из его крутых склонов как прогнившие зубы мертвеца вы осторожно заглядывайте вниз неожиданно весь лес вокруг освещает тревожная красная марева подняв голову вы видите как по небу извиваясь летит огненный шар спасибо ну давайте молитву ваши слова теряются среди густых ветвей огненный шар улетает и лес вновь окутан а если я защиту поставил непонятно кривой лог давайте озеро каджильская в лесу неподалеку от каджильского озера ребят свельгорты видели странную поляну говорят я мы там кто-то выиграл мрачные еловые ветви раздаются в стороны грима лет вашему взору предстает поляна усеянная старыми заросшими ямами вы подходите ближе и заглядывайте в одну из них луговые травы свисают кудрями в разуме нужно же с разного из которого пахнет могильным холодом бог знает кто и зачем их вырыл смотрите вы начинаете осматривать старые провалы один за другим и но оступаетесь и летите вниз к счастью яма не глубока так что вы легко выбираетесь вы часто оглядываетесь кажется за вами кто-то следит вы уже был отчаялись найти хоть что-то среди этих загадочных провалов как замечаете старую могилу на дне одного из них в мрачный наполненный сырым зловонием яме вы различаете старый деревянный крест укутанный в прогнившие полотенце рядом с могилой стоит старый глиняный горшок жертвой покой ну давайте осмотрим старый крест покрылся запись у его основания растут грибы вам становится неуютно рядом с местом захоронения нечистого покойника так хочу здесь энциклопедия один из двух песни 0 из 1 нифига себе голбец надгробия голбец надгробный памятник форме избушки в древности захоронения делали форме небольшого дома без окон поэтому групп в некоторых северных диалектах называется домовина дом покойника на русском севере надгробный памятник типа креста или собственно крест со схематичной кровли уберегавший основное сооружение дождевой воды более южных регионов псевдокрыша была на поклонных или придражных крестах установленных у перекресток просто ней именно рядом с ними на троицу появлялись души умерших на своей не своей смертью погибших до крещения или имид мертворожденных чистый покойник старый крест покрылся мхом у его основания растут грибы ну давай забрать здесь не жесткая грех какой-то 14 которые вы забираете себе но битва вот я битву хотела потревожила покойника внезапно белый дух поднимается из захоронения посмотрим за белый дух эфирный 15 урона все атаки промахиваются поэтому существует продолжительность 3 а порчи считается атакой скорее всего нет я болен то как что так больно крепкая на важность ключ и чуть куча защиту давай порча я не знаю хилятся до девц смысл вот в этом такой почти ваншот нас так пятера есть плюс мы еще и хилим все нормально все да от я давно он получает такие 12 по 10 еще в деле и какие-нибудь вылезут порча складной значит на 9 задеваемся ну сойдет сойдет зато порчу еще накинем а там уже дед своей косой на траву какую пожрать да не нормально пока все еще эфирный 10 урона но опять а в деле отделе и гла здесь других вариантов и не что аминьку это бесполезно я пока не понимаю как вы используете ключи нам надо что-то сыграли 4 хилана из первые закончился может быть новый эфирный на себя накинет будет здорово не все 10 урона пишет ну и дед надо пить 6 плюс 5 вот бы не уязвим к яду к порче до к порче мне кажется к порче могут быть не зиме таким цветы и враги здесь вообще такие будут или мы только с демами сражаемся ладно так уже убирать на 2 то есть сразу же падает замок крепкая три слова остается в заговоре 3 хода и оказывать влияние другие слова просто просто крепкая черная словца ключи язык не тратит скорочтение жест не тратит эти или что ключи ну а у ешку в принципе можно бахнуть не знаю жест против я добычу а я понял что виду просто в слот ложится стран замок может со временем пригодится может быть наберем конец новый уровень плюс 5 максимального здоровья и мы еще и прохилились на full походу умение менее умение шанс фиктивного завершения задания увеличивают за задание чертей грехов на 5 сколько же грехов-то надо собрать концу игры может свой черт на бессмысленную работу одного черти приносит больше денег война слова с приказом то есть это кордрова подсказки не снижают опыт за верный ответ знаткости х выбора из четырех слов после битвы цена создание слов снижение сеть фигня количество надеваемых предметов на один звучит полезно хотя у нас сейчас нет дополнительного предмета цены в магазине снижены влечит количество используемых предметов вход крестьяне приносит больше гостинцев количество ключей в за год она это пятый уровень вот здесь кстати 3 уже и что приказов на пятом уровне обязательно качнуть урон на словах защиту в словах на один куда скроме не позволяющий заменить одну карту на козырь но это дурак я не знаю киринги возможно это вопрос или утверждение следует рождение то не надо мне спойлерить я знаю что игра вышла четыре дня назад и из-за стрим-феста я не смог в нее нормально поиграть вот защита в словах звучит отлично поехали да нет нас нормальный проход а усадьба еще какая здесь за польских я не видел м с усадь богатого мужика от песен какая-то польская образовалась свое вроде как деревня пока ее название не дали так зовут фамилии за польских такси название вас откликает знакомый голос молодежь собралась на вечерние посиделки хоть сейчас и неподходящий давай конечно согласилась но только одну вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне проиграть офигенная игра ля 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 ля. это чисто чил знаете отойти там в фк покушать себе принести авторские провода один сей соседней деревне его не консерву можете не нравится но утром нам еще песенку разбавил мастинге рыбай сезаря месяц и правда атмосферная же как бы суть все в этом через прям показывает где энциклопедию можно было получить что кажется мы все зачистили мосток к баням пора идти по сюжету впереди гниющий мост через исхудавший приток головы в лунном свете вы различаете чей-то силуэт на той стороне при вы делаете несколько шагов в сторону силуэта но он растворяется в предрассветном море ли плюс опыт мороз пробегает по вашей спине всегда хорошо плюс опыт банька на берегу еще здесь еще а песенки можно послушать о его кумушки называется у нас дальше нам крепкая складной приказов нас что-то развелось до многовато на 2 раза убирать если блин будет моб который реально к порчу не уязвим от замок убрать я не убрать мне не понравились не пускай просто будет в колонне банька выстроен на берегу сейчас тут и заброшенные появились бань текать с битвы разрешаю сушу вроде не видел кнопку к дуле видать в это к дульке вот держали не хула и столько и траву можно идти где-нибудь нет видимо не здесь добрались даже не думал что вокруг столько нечести нечесть в уезде всегда жила только без меня ты ее не увидишь черти портят людей а люди их даже не видят и тут враги спокойно то нынче не поживешь я все думаю почему нечесть на меня от напал точно до меня кто здесь ходил ну во-первых ночь нечесть в это время сильно а еще почему николаю явилась нечистая сила когда он пришел в баню не напросился в баню но там можно про бань куда перечитать быстренько точно просился ну и камушки банки банки староста нужно было правильно напрашиваться к нему в гости не нарушать запрет его ну я так ну банки церемонная ошибка небось не напросился тогда зашел вот тебя нечести заметила мигом ванька просела дверь думаю из-за этого заклинило тебе силушки не занимать отворяя иди я эту дверь отворю может подождем пока синий огонек погаснет так сначала смотреть старая дверь трава банька сколько всего повидал это за жизнь свою новая запись баня почиталась в чердане как одно из самых важных мест в усадьбе в ней мылись рожали гадали ворожили лечились стирали баню приносила здоровье она была одновременно чистой и нечистой в ней после родов оставалась родильная грязь которую нужно было вымывать окроплять святой водой в бане молодежь устраивалась святочные посиделки игры в ней создавались будущие пары если девушка во время довольно жестоких святочных игр не защищал никто из парней а опускалась предбрачной иерархии низко на уровень старых девок бедные какие то есть рожать нельзя так они это я вам советую кого тут река не шибко широкая еще травушки муравушки куку мушки мои ну давай николай уехали пора войти отворяй давай так свеча полок все а все полки уже прогнили свеча полки прогнили отчетом под ними темени вот там-то баньки и ютятся пусть и меня байник хозяюшка погостить в твоем доме повторяй коля пусть и меня банник хозяин сейчас надо нам понять что делать с твоей чертовкой она небось дожидается нас не зря тут синий огонек горел покуда не вошли вот мы ее призовем и расспросим давай тут ты смекалости сначала подготовимся растопим печь начертим круг заговор я прочитаю не ну где демоны там и круг всегда круг я начерчу чтобы не задавила нас нечисть но думаю это твоя невеста не шибко злая уж лучше начертить вас кашу но ставим печь чтобы банница узнала что мы здесь вечно топим пожарче а тот камень что ты стащил на место положь давай как ты растопи я подразучился пока в армии это был ладно и чё мужик затирают заговор я прочитаю особый и тут чертовка то и явится вознатка ты вася вот все что нужно сделать пора заработал начертить круг растопить и и заговор прочитать прогнили чё свечи нам нужны не пускай будут ура-пора-пора-пора я заговор читать начну а черт блазнить будет за круг смотри если за круг выйдешь задавить может чертовка стоять буду ну пора байник хозяюшка приходи помыться попариться помыться с дед из-за за круг не выходи стойте не убегай ванная невеста чертовка из пекла подмененная может подменили раз ты не нечисть значит тебя банница подменила может задрась чую кожу отсюда и название угадал верно верно долгонька я была в мире нечисти 18 годков тоже походить на них это мало еще было и мылась матерью в бане чё сделала не помню так она и сказала черт тебя понеси меня сразу обдирих ты забрал обдириха хозяйка бани иногда жена банника его помощница наказывает за приход в баню не ко времени по поверьям обдириха царапает таких людей сдирает с них кожу за что ее так и прозвали в народе внешний облик обдирихи был разным кому человеком кому ребенком явится на обычное видели женщины с длинными распущенными волосами большими зубами широко расставленными глазами волосатой с когтями и рожками зачастую и представляли и в виде кошки с большими глазами или каким-то неодушевленным предметом вот так вот сейчас на вас одна надежда помогите было то где 18 лет где ты была все это время по бане где топлено туда и ведут сейчас тут вот живем тоже в бане осиновый что про нечисть осиновую не слыхала да могу в больнице разузнать и как нам тебя вызволить от нечистого чтобы от банницы спастись надо мне ближе к людскому миру сделать принесите мне а пояску хорошую и крест на тени да именно идите тогда обдирихи то и придется меня замуж мать ты парень не сплошай на тебя вся надежа ладно или обещал так вызволю что за крест тебе нужен на меня не всякий надеюсь больно давно я с нечистым живу вот и крест мне надо такой что окаянный носит лишь задача какая это где мы такого черта богомольного отыщем ох не знаю подруга твоя знатка ты куш придумаете чего пояска пояску то где взять пояска тоже нужна непростая все-то ей непростое сплести ее должна колдунья умелая имя это хоть сейчас тебе придумаем нет так не годится имя должен священник по святцам дать святцы книг содержащие на святых привязки к календарным дням по ним выбирали имя ребенку ладно уж по мне бросать же душу христианскую да и жених у тебя есть поможем спасибо принесите мне крест что нечистый носил имя да пояску векшицы наговоренные кажется петухи первые поют пора мне обратно а вы приходите с гостинцами я ждать до встречи так и собирается обратно неизвестно исчезает в черном пламени вы же отправляетесь обратно в избу деда егора вам предстоит решить что делать дальше новая быличка банники 1 давайте когда все три откроются банников тогда и прочитаем чтобы эту быличку нить не терять ну да банки то добрались добана невеста дальше хвостики делать